Вы когда-нибудь заходили в комнату, забыв, зачем конкретно пришли и что искали? Может, вы находили ключи от машины в холодильнике или собачий корм в тарелке с хлопьями? Оу, кажется, вам не помешает немного размять мозги. Представляем вам несколько крутых способов устроить им хорошую тренировку. Номер один. Рисуйте. Даже если лучшее, что получается у вас на бумаге, это человечек из палочек, причем не самый симпатичный, рисуйте то, что можете. Это занятие развивает правое полушарие, пробуждая креативность и помогая находить необычные решения для обычных проблем. Ученые доказали, что рисование каракулей помогает расслабить мозг, справиться с тревогой и достичь душевного спокойствия, необходимого для принятия важных решений. Номер два. Выключайте авторежим. Если вы ежедневно встаете по утрам, пьете кофе, принимаете душ, одеваетесь, выходите из дома и только потом просыпаетесь, пора что-то менять. Автоматические действия стопорят мозг, поскольку он не принимает ни в чем активного участия. Вы даже можете начать забывать важные вещи, например, выключена ли на кухне плита. Чтобы этого избежать каждый день, меняйте рутинные действия, даже в мелочах. Например, сначала завтракаете, а потом идите в душ, если вчера все делали наоборот, или выбираете незнакомый путь до школы или работы. Номер три. Используйте другую руку. Если вы правша, возьмите ложку или зубную щетку в левую руку и займитесь привычным делом. Левши, а вы на день становитесь правшами. Делая что-то преобладающей рукой, вы можете прожить день на автопилоте, не обращая особого внимания на то, что делаете. Но как только вы начнете использовать противоположную руку, станет намного интереснее, особенно эффективно и весело писать неведущей рукой. Кстати, об этом. Номер четыре. Пишите. Я имею в виду письмо, а не печать. Печатать на компьютере или телефоне тоже полезно, но обычное письмо ручкой на бумаге активирует критическое мышление и повышает аналитические способности. Это особенно эффективно, если писать что-нибудь значимое, а не просто бездумно переписывать какой-то текст. Это может быть дневник или неожиданно раскрывшийся талант писателя. Возможно, ваш первый бестселлер уже на подходе. А вы даже не подозреваете. Номер пять. Выучите новый язык. Как показывают исследования, математические задачки не заставляют ваш мозг напрягаться так, как это делает новый язык. При изучении иностранного языка вы осваиваете совершенно другую систему, и мозгу остается только приспосабливаться к обстоятельствам. Но будьте осторожны, не позволяйте новому хобби стать для вас обузой. Иначе вместо того, чтобы потренировать заскучавший мозг, вы заработаете себе головную боль. Номер шесть. Играйте в шахматы. Шахматы — одна из старейших в мире стратегических игр, и она прошла испытания временем, просто потому что потрясающе. Вот так. Если вы будете играть в нее регулярно, то научитесь концентрироваться и мыслить шире, предпринимая действия, которые повлияют на вашу жизнь на несколько шагов вперед. А еще вы сможете лучше понимать намерения окружающих. В конце концов, в этом и есть вся суть игры. И пока мы не ушли далеко от темы... Номер семь. Играйте в видеоигры. Ммм, тут все научно доказано. У геймеров действительно хорошо работают мозги. Исследование 2015 года обнаружило, что видеоигры в жанре экшен улучшают скорость реакции, навыки наблюдения и принятия решений. Но, по словам исследователей, другие типы видеоигр не обладают тем же эффектом. Так что вперед за экшеном! Номер восемь. Убирайтесь. Желательно прежде, чем играть в какие-то игры. Сделал дело? Гуляй смело! Помните? Ну да... В любом случае, мозг важнее всего. Домашние дела тоже развивают умственную деятельность. Все сводится к физической активности. Что очень круто для мозга, но об этом позже. А еще уборка здорово отвлекает от более серьезных проблем. Номер девять. Ковыряйтесь в носу. Можно даже у него. Только будьте осторожны. Когда вы напряженно о чем-то думаете и вдруг замечаете, что палец оказался в носу, не спешите его вынимать. Но только если никто не смотрит. Если все в порядке, помните, что массаж слизистый может значить намного больше простого ковыряния в носу. Он посылает мозгу сигнал проснуться и приступить к работе. А там, глядишь, и разумная мысль появится быстрее. Номер десять. Ходите. Ходьба ускоряет кровоток. А это значит, что мозгу тоже достанется больше крови и кислорода, который идет с ней в придачу. Это ускоряет работу мыслительного органа, делая его более гибким, когда дело касается важных вещей. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что встаете и бродите по комнате во время разговоров по телефону? Если да, напишите об этом в комментариях, потому что это означает, что ваш мозг автоматически переключается на активный режим. Номер одиннадцать. Ешьте шоколад. Если вы сладкоежка, этот пункт специально для вас. Шоколад содержит важную аминокислоту – лизин, которая помогает мозгу быстрее и эффективнее обрабатывать информацию. Но это касается только черного шоколада, поскольку лизин содержится в какао-бабах. Так что чем больше в шоколаде какао, тем лучше. Если вы предпочитаете молочный шоколад, попробуйте выбирать тот, что содержит больше 30% какао. Конечно, сахар способен взбодрить мозг, но ненадолго. Примерно через час усталость и сонливость к вам вернутся. Номер двенадцать. Дышите. А вот и простое упражнение, которое наполнит мозг кислородом и обеспечит прилив энергии. Фух, выдохните весь воздух из легких и задержите дыхание так долго, как сможете. Но не до потери сознания. Иначе у вас случится гипоксия. Это совсем не круто. Когда почувствуете, что задержать дыхание дольше не выходит, силой вдохните и повторите. Приток воздуха в легкие отправит в ткани кислород. И кровь начнет течь быстрее. А это, как вы помните, ускоряет работу мозга. Повторяйте упражнение несколько раз каждый день. И сами не заметите, как в голове прояснится. Номер тринадцать. Спите. Что бы вы не выбрали из этого списка, помните, сон невозможно переоценить. Если вы спите недостаточно, никакие техники не помогут вам мыслить быстрее и качественнее. Даже у кофе есть предел, поскольку он, по сути, просто активирует вашу внутреннюю энергию. Вам не обязательно спать семь-восемь часов. Достаточно лишь чувствовать себя после сна отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Если вы сегодня узнали что-то новое, не забудьте, да-да, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с другом. А вот еще ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и оставайтесь на яркой стороне жизни.